Добрый вечер, это WallSuite Online и 30 декабря мы все равно проводим очередной обзор. И сейчас мы пройдемся по новостям, ну понедельник будет, рынки все закрыты, в том числе и российская биржа, поэтому можете отдохнуть и не спешить бежать к терминалам, плюс еще второе число все-таки будет, я думаю, не очень. В понедельник, тем более после выходных. 4 января Фомка Минутки и 5 января Jobless Claims вместе с Петролиум. В общем, по Америке будут уже со следы, вернее, да, со следы интересные события и вдруг что-то поменяется. Может быть, Елен что-то скажет, так что нужно быть готовым к разным вариантам. В пятницу employment, тоже не слабенький отчет. В общем, такая тяжелая неделя будет, пока все отдыхают, пока все восстанавливаются после новогодних празднований. По штатам идут три дня подряд интересные отчеты и экономические данные. Сегодня пройдемся по итогам года и некоторые инструменты рассмотрим в таком масштабе, что произошло за год. Итак, начнем с S&P. Сейчас мы подгрузим данные. «Итак». Это у нас дневной таймфрейм. Сейчас мы выставим ровно год назад. Декабрь 30-е. И. Все, данные подгрузились. Вот наш S&P. Итак, за год, в принципе, с отметки 1800 до 22.80 практически, 22.78, и фактически год закрыли прямо на максимуме. Удивительно, в принципе, мы ждали в процессе предвыборной гонки, выборов, что будет очень жестко сливать фондовый рынок, но, как видите, не тут-то было. Отличненько сбросили после 21.50 всех до 20.29-31. Отличный был маневр. Ну и пошли дальше на 23-ю, в общем. Ликвидность под праздники становится меньше, на многих рынках она проседает, это сезонно, перед новогодними праздниками. Поэтому, примерно уже с середины января они будут восстанавливаться, все будут возвращаться снова на финрынок. И в феврале в полной готовности уже будет хорошо, да, я думаю, даже раньше, сколько этих праздников. Итак, последняя ликвидность, которая была достаточно такая массивная, это 3.969.000 контрактов за торговую сессию, и все они были в большей степени направлены на покупки. Ну, не все, а всего лишь 94.000. Из, ну, вот этого 31.00, то есть самая топовая пока вот из всех 7 декабря прошла. Обратите внимание, тут все фактически в начале декабря сессии были на стороне байера, и вот плотненько, очень тяжело расширили, не сильно большая волатильность по сравнению с вот этими. Гигантами. Но дельта невероятная. Этот диапазон стоит взять на заметку, и после праздников посмотрим, как они будут удерживать контроль на этих ценах. То есть, если очень жесткая поддержка будет не пустить ниже 2207, скорее всего, будем еще дальше идти на север, и потом уже весна, бизнес-сезон, и может все даже восстановиться. Тем более, Трамп, скоро инаугурация, тоже немалый повод для динамики на рост. И давайте посмотрим S&P еще с точки зрения комбинации разных вариаций тоже за год. Сейчас. Где он тут? Обновленный модуль классер по файлу Professional, и это S&P не за год. Сейчас я выставлю. И здесь поставим недельку. Субтитры сделал DimaTorzok Обновленный профиль мы видим формирование каждого паттерна недели в двух гистограммах. Слева бит ликвидность, справа ask. Ну и с фильтрами, естественно, по этим же данным. Все, которые квадратиком выделены, это повышенная дельта между агрессорами на покупку и на продажу. Вот сейчас я поменял параметр, чтобы более четко выделить интересные моменты. Ну, на самом деле, это не квадратики, а подсветка фильтров, которые достаточно так мелкие. Переезжайте, они стараются остаться на виду. Так, смотрим. Был период вот как раз в августе, было очень тепло в плане предвестник шортов, достаточно так плотненько шли. И уже в октябре, в октябре в конце начали чуть-чуть восстанавливаться, и хорошая дельта пошла уже после. Ну, период был такой, достаточно щепетильный, вполне с таким агрессором на шорт, со дня на день можно было дождаться сильного движения на шорт. Посмотрим, вот этот уровень, а здесь нужно выделить по 21.01 в разные недели, это, напомню, таймфрейм week. Сейчас я увеличу немножко профиля. И, вот, сейчас, еще не привык с этими настройками, совсем новая вообще. Буквально вот, со дня на день появляются еще новые параметры, добавили уже и трейдс, и открытый интерес, кстати, можно уже смотреть прямо здесь. Открытый интерес я немножко отредактировал для себя, поэтому сейчас назад верну. А вот, в общем, прирост открытых позиций зеленым цветом сбрасывают красненький. Ну, сейчас в районе 2.07 обе недели, последние. По крайней мере, хотя бы не скидывают, ну, тем более на максимуме, почему бы и нет. Год закрывается, можно было и сбросить позиции. Ну, пока еще в рынке. Соответственно, ждать можно продолжение вполне, и как только появится ликвидность, соответствующая, могут вполне пойти на продолжение восходящей динамики. Будут ли они сбрасывать на следующей неделе, как раз под фонку, под елен, под троллиум или jobless claims с employment, пока все отдыхают в S&P, может запросто. Какие события стоит здесь выделить? Давайте сейчас посмотрим на таком масштабе. Из последних, вот этой осенью, декабрьского контракта. Достаточно сильная волатильность на сброс байеров, прям с 21.01 до 3 восьмерок. Мы еще не раз это обсуждали на Allsit Online, насколько любят 3 восьмерки на S&P. Хотя, вот из, помню, когда мы торговали в 2008 году, все сыпалось, и тогда уже тиковый график был, и можно было смотреть отфильтрованные объемы в тиковом графике. Мы замечали, что с 10 по 11 час по Chicago на S&P проскакивал объем 3 шестерки. Вот реально на протяжении месяца, ну не каждый день, но через день точно можно было увидеть объемом ровно 3 шестерки между 10 и 10 часом. Мы еще шутили на эту тему достаточно много. Вот, и потом он исчез. Еще раз напомню, очень огромная дельта, 94 тысячи контрактов из последних таких интересных событий. Этот коридор 38-48 выделим как интересный в плане поддержки. И 22.14 по 22.04 еще один коридор возможного проявления байеров. Также формировались покупки с вот этих объемных массивов по дельте в районе 21.50-21.60. Сейчас мы их выделим. Ну это уже край, то есть ниже желательно не пускать китровку, тогда уже могут опять вот так волатильно просесть значимые уровни. Этот вполне вероятно, что могут пробить, но вот желательно 22.04-22.14 удерживают. Тем более такой рост и без коррекции, ну как без этого. Вполне ожидаемое событие и на следующей неделе это легко могут реализовать. Пока никого нет на рынке с противовесом по объему. Подбирали, очень активно подбирали также S&P в районе 20.30-19.96. И даже протестировали аккуратненько, вон на объем бросили, видели такой зелененький. Аккуратненько протестировали этот коридор. И все, и ушли. Так, ну из таких крупных шортов, это вот 98.000 контрактов за селлерами. Из всего получается в районе 2.5%, 2.6%. В процентном соотношении перевес тут 15.8% самый такой значимый. То есть из всей ликвидности перевес за байерами на 15% больше. Вообще, в принципе, на таком масштабе, как OneDay, за 10% перевес, это уже серьезная атака. Так, теперь у нас идет FESX. Напомню, что те, кто заняли первые три места по форце под СМЕ, вас ждут бонусы. Даже если вы их еще не забрали, либо не знали о том, что вы победили, ну, в общем, заняли призовые места, очень настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки к нам, и вам активируют пакет Wolfix. Хотел еще показать такой слайд. В последнее время биржа Moex размещает интересную инфографику. Сейчас. Непослушная. Вот. Здесь и оборот ликвидности, фьючерсный опционный рынок, полатильность. Такая, в общем, аккуратная, но достаточно полезная инфографика. За ноябрь буквально, вот, в конце декабрьского контракта, можете посмотреть, сколько оборот идет на, и на каких рынках. Валютные фьючерсы наиболее популярны, судя по статистике, 61% открытый интерес. Потом идут индексные фьючерсные контракты и товарные. Фондовые на 7% всего лишь разместились. А по объему торгов валютные, 53% индексные, 22% вместе с товарными и фондовые, и всю остальную часть. Итого 441 миллиард. Прирост, как видите, указан четко. По опционам тоже валютные и индексные. Здесь, кстати, перевес по индексам, интересно. Самые динамичные секции по валютные, валютные и фондовые. В ноябре были серьезные такие скачки по активности. Ну, в общем, посматривайте, достаточно интересно раз в месяц посмотреть, как развивается биржа Moex. И продолжим по FISX. А, еще раз напомню, достаточно хорошая, позитивная новость. Не знаю, кто, может, уже читал на сайте биржи. Заключили контракт с китайским. То есть, котировка будет транслироваться на китайских площадках. И также будут китайцы размещать свои IPO на бирже Moex. Я думаю, что это будет происходить. В примере сотрудничества так у них налажено. И также был подписан контракт с крупными китайскими брокерами по партнерству. И это очень хорошо. Вот у нас FISX тоже за год. Обратите внимание, какая жесткая на Евростокс 50 была за целый год. Вот, я не побоюсь назвать даже это слово PILAV. Это, сейчас один параметр уберу, чтобы вам хорошо было видно этот жестокий, беспощадный флэт. По сути, весь коридор заняли 29.15. Там плюс-минус несколько нервных недель по 30.77. Вот, вся объемная составляющая за год находится именно здесь. По открытому интересу также я поменяю настроечки. Были перебои, кстати, вот этот пробел перебоя с поставками EURX. EURX по открытому интересу, практически там все инструменты по бирже не транслировалась в динамика открытого интереса. И, ну, ниже, чем предыдущие три контракта, но это сезонность, новогодние праздники. Посмотрим, как восстановится после них, вернутся ли. Обратите внимание, как закрывает год. Как-то очень уверенно ведут себя вайры. Просто в невероятном. На самой верхушке висят 32.71 и даже не пробуют корректироваться абсолютно. Много сессий подряд идут без коррекционной волны. Ну, посмотрим. Топовая ликвидность была в июне. Такая не слишком топовая, но одна из трех самых крупных. Вот. И еще один такой был выброс в марте. Как видите, не самый агрессивный контракт. Был декабрьский, буквально несколько сильных скачков. И в основном были в коридоре. Также по FSX. Вот он у нас. Ставим Bidask. Очень удобный график. Можно комбинировать достаточно много параметров. И все гистограммы адаптируются под необходимую информационную базу. Сейчас мы настроим. Совершенно не было времени настроить все графики, чтобы было сразу все красиво. Красиво. Но мы быстро это все отредокируем. Так. Слабые параметры. Это дисбаланс по спреду. Ну, спреду Bidask. И здесь ставим 350. Также недельки. И здесь последний контракт. Достаточно часто активно ввели себе байеры. Намного активнее, чем в прошлой зимой. И мы сейчас настроим тут все. Будет четко. Ну, вот они. Хороший период был как раз под завершение лета. Здесь, хоть и стали во флете, но буквально, вот тут, допустим, месяц только не байеры будет. Здесь практически месяц. И вот недавно, в начале декабря, 102 тонны оборот. Вернее, не оборот, sorry, дельта на стороне байера. Идентичная картина, как и УСНП, вот этот маневр очень сильно постарались удержать контроль. И вот уровни, которые стоит выделить и следить, насколько сильно они будут удерживать байеры этот коридор. Если удержат, то есть шансы на продолжение начавшейся динамики на рост. 70, 77 и вот 102 тысячи. Трип, такие крупные дельты на байер. 161 рекордная дельта была на стороне соляра. MarketWatch и DAX. А это, кстати, рейтинг трейдеров, которые за контракт за 3 месяца заняли первые 20 позиций в пыльчном рейтинге трейдеров по бирже Forbes. Соответственно, и по бирже ЦМЕ. Те, кто отмечены белым цветом, удивитесь. Поддержку в Skype напишите вам, продлят пакетом. Как бонус. Не забудьте. Так, а это у нас DAX. Мы смотрим сейчас за год. Вот у нас DAX. РТС, рубль. Сейчас рассмотрим немножко нефти и золотом. Хотел бы поздравить всех, пока грузятся данные, с наступающими праздниками, чтобы в 2017 году у вас все получилось, вы достигли своих целей, были счастливым и здоровым целый год. А вот. Так. Надо сжать шкалу. Обратите внимание, на DAX совершенно иная активность по последним неделям. Тут пришлась экспирация и достаточно сильная дельта по сравнению с предыдущими периодами на DAX. Очень аномальная дельта на шорт. Возможно, это связано как раз с экспирацией декабрьского контракта, скорее всего. Но все равно вот даже текущая уже на стороне стеллера. Здесь, в отличие от FSX, немножко хотя бы была динамика не такая боковая, но все равно тоже очень сильно жестоко тут было прямо вот здесь. Весь участок очень, ну, хоть и волатильно, но такие резкие перемены по динамике, наверное, хуже только вот такая вот формация. Полностью боковичок и никаких расширений тебе по три недели в одном коридоре стояли и периодически сбрасывали байеров. Так что, по новым ценам, которые вот уже отпечатали дельту, 112.50 по 113.70. Отмечаем в качестве коридора активности селлеров. Как только уйдут под этот коридор, вполне могут дальше продолжить давление продавцы. И там уже посмотрим как. Давайте, где там, вот. Переход с параметром, менять, ну. Так, это у нас RTS. Сейчас мы пройдемся по этому инструменту, по индексу. И за год такие итоги. С 64, практически 62 уже смотрели на 60. Постепенно он останавливается и идет к сотке. Я думал, что на сотке будет дольше баталия и затянется этот весь момент с пробитием сотой. Ну, прошло все без сучка, без задоринки. Достаточно быстро, оперативно. Вот такой аномальный был выброс 31.10. На грани можно было подумать, что прям кто-то очень важный сбросил пакет очень сильно. Тем более накануне было три подряд недели на шарты. И из последних целый месяц были байеры. Вот как раз завершение декабрьского контракта. И поход на 115. Там, в принципе, сейчас мы стоим уже достаточно долго. И это хорошо. Чем дольше удерживают байеры там цену, тем больше шансов продолжить динамику. Коррективы до 104-102 вполне адекватное движение будет и предсказуемое. Поэтому там вот можно будет подыскивать местечко на первый вот такой вот коридорчик, который очень неплохо проработали недавно. Затем идет активность 99.400, 100.500. Ну и поддержка вот очень так оперативно и быстро. На самом минимуме кто-то зашел серьезным дисбалансом. 94.900, 95.900 тоже уровень поддержки ближайшего. Заметьте, что вот эта неделя последняя, она закрылась на стороне байеров. И ждем продолжения. Так, это тоже год назад. Смотрим по открытому интересу, насколько сильно прибавилось у участников. Аль стал меньше. Топовый пик открытого интереса 887. Ой, сори, сори, сори. А, не, все правильно, да, 15. Потому что это ошибся. И вот буквально чуть-чуть не дотянули до 800. Хоть и не топовый, но пик пришелся на начало декабря. И вот последние деньки. Все сбросили позиции перед годовым отчетом, наверное, в налоговую там, либо вообще. Вот, и упал отельность до полумиллиона открытых позиций. Рубль. Рубль, рубль вместе со спортом. Сейчас рубль подгрузит. Кстати, вот подгрузка идет. Уже 55% подгрузился объем. Подгружается непосредственно каждый трейд тиковые объемы. То есть не просто котировка, это график. А вся вместе с ним информация, которая идет с биржи. Поэтому приходится буквально чуть подождать. Но это, если вы давно не подгружали там за год котировку, это может чуть-чуть времени занять. А так, в принципе, и быстро. И вот наш рубль. Итоги года. Были и на 86-й, на 87-й практически. И сейчас уже в районе 60-й, 63-й. Но радует-радует, что не хуже. Это хорошо. Дельта, которая была самая топовая за этот год. Сейчас я настрою. Вот у нас порядка 273 тысяч дельта на байере. И недавно был... Я уже подумал, одинаковое значение. Буквально на 500 контрактов больше. Вот недавно. 11-го месяца. Вот эта сессия. Так, резко рванули. 250 тысяч как раз с минимумом контракта. И эта неделя, вернее день, пятница, 86 тонн. Закрывает неделю байеры. Посмотрим сейчас, что происходит на спот в этот момент. Нам нужно в Market Watch заглянуть. И посмотрим спот за год. Подписываем. Смотрите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Начиная с начала ноября и по завершению декабрьского контракта чуть-чуть выросла ликвидность до 2,4. Весь ликвид в районе 65 сосредоточен плюс-минус... Соответственно присматриваемся к значимому диапазону 65 плюс-минус 0,5. Также активность байеров немножко подутихла по сравнению с предыдущими периодами, прошлыми кварталами. Продолжение следует... Практически в половину... Даже чуть-чуть меньше... Тоже хорошо... Евро... Отдельно стоит выделить на эту неделю такой маневр, который устроили на фишечном контракте на евро. Сходили прямо до 1,07 и опять же вернулись на исходную. Возьмем сейчас и выделим основные уровни, так как я абсолютно уверен, что валютные трейдеры, которые торгуют на валютных фьючерсах, особо отдыхать не будут. Значит, у нас со вторника уже в позициях находиться. Вот эта поддержка интересная, которая как раз защищала 0,5.62 по 0,5.45. Затем коридор на самом минимуме тоже неплохо проработали. Ниже 0,439 по 0,45. И еще стоит выделить вот эту активность, которая пришлась на формирование спроса перед выстрелом. Выстрелом на 0,5.31. 0,5.26. Ну, в первую очередь присматриваемся к 0,5.62 по 0,5.45. Идет такое некое сужение котировочки, волатильность. Собавляют обороты, так как ликвидности сейчас немного. За год на Еврике много интересных событий произошло. И выход Британии. И очень жестко поставленный вопрос с иммигрантами. Плавненько, плавненько. Где-то у меня еще не погрузился. Плавненько ушли за 1.12. И пока, вот, похоже, не остановится на следующей неделе. У меня не было даже Байеров особо. Котировка болтается в районе прошлой недели. Топовая шорт дельта была 40 тонн. И топ по покупкам недавно прошел 28 тысяч контрактов. Это только дельта. Тут конкуренты были только 23 здесь и 23 здесь. Касс это недельный коридор. То есть это целая неделя. На таком по дельте объеме находилась. Последние месяцы идут в основном агрессоры на шорт. И это как минимум боковушка, либо раскачка по волатильности. Идем дальше. Фунт. Обратите внимание на такую вспышку. На самом максимуме стараются. Стараются. Возьмем сейчас по гистограммике объемчик выделим. Ядро недели находится на 228 по 2240. С учетом агрессивных таких. Видите систематическое размещение сделок. Даже одинаковое время между размещением. Могут скинуть в общем то. Так как вся их активность была на максимуме. Могут завтра скинуть. Байеров. Ну и посмотрим как устоит ядро недели. Так. Подгрузился. Ничего не подгрузился. Ничего не подгрузился. Возьмем. Возьмем. Ничего не подгрузился. Из интересных также индекс доллара на 102.25 неплохо себя чувствует. И рассмотрим сейчас нефть и бренд, ну, CL и бренд Крутойл. Кто, возможно, не знает, 2-го числа, в понедельник, биржа будет закрыта, и американская, и наша, вот, празднование состоится, поэтому, не удивляйтесь, котировки не будут в понедельник, для чего-то удивляться. Итак, топливо было до 99 сотой, еще можно было поверить, но потом при смене контракта особо не просил индекс, как видите, по завершению сбросили малость позиций, но это, по большинству, связано с сезонным переходом с одного контракта на другой. И сейчас активность в районе 85 тысяч, для открытого интереса на индексе доллара достаточно неплохо. И очень твердо держится на новых ценах, практически без. Так, сейчас подгрузится CL. Если не ошибаюсь, на следующей неделе экспирация по бренд, либо же по Лайсвит. Если мне память не подводит. Вот, и смотреть, какая разница между текущим контрактом и прошлым. В разы меньше активности, в разы меньше противовеса, и расширять коридор в таком плане намного легче. По объему, заметно на CL прибавился оборот по ликвидности, даже иногда превышает по бренд, я про электронику. Вспышка такой, выброс миллион, как видите, на вот этот рост потратили. Небольшое изменение цены, и столько пришлось разместить для... Очень ужасная активность, смотрите. И это дневки. Начиная с 9, 8, 11, по текущий день только шерсты идут. Котировка растет. Фиджирот, скорее всего. Так, бренд. А, вот и бренд. Тоже упала ликвидность, вернее обороты. И тут немножко все наоборот. Последняя динамика идет в основном на стороне байеров, особенно вот в районе 56,7, 56,6. Попробуют удержать, и есть шансы восстановить динамику. Если еще пропустят. А вот такие вот капризы. Обратите внимание на верхнюю границу этого... Так. Очень-очень плотненько. 57,15 прошлись. Вот. И на этой неделе нормальная дельта 5000 контрактов. Прошлась в районе 18,30. 29 числа. И пока тот уровень еще удерживали. Можно было верить в продолжение. Ну, пробили уже и болтается практически у расширения за 56,50. Если толкнуть еще ниже, ждем по 55,85. Также сезон открытый интерес на бренд. Такая колебается. И посмотрим золото сейчас. Так, открытый интерес. Где он здесь? Вот он. 60,13. И... Да, это пиковое значение открытого интереса. На данной сессии вырвался за пределы 52 по... 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 векторности. Обратите внимание, на бренд даже немножко попроще котировка, чем на FTSX была. Напомню, FTSX там был просто... нет, термагеддон. Так. Напомню, что в следующую пятницу он, скорее всего, все-таки будет вовсить онлайн, как и в этом. Поэтому не пропустите. Так, и есть. Сейчас мы откорректируем. Это за год котировочка. Это уже интереснее посмотреть. Так. Ну... Вуаля. Так, сейчас мы подправим фильтры. Ну, собственно, это настройки фильтров и DASK, и DELTA между ними. Другому здесь никак. Так. Еще надо сасков убрать параметры. Вот что настораживает. На золоте шортят каждую неделю. Вот. Начинается ноября... Ноября. Очень. Ну, вот. В районе даже 31 тысяч контрактов было. Так, как раз, когда проходили 1200, он нечаянно нажал. И по текущей неделе стоит выделить обязательно вот этот сильный маневр. И отличную реверсивную сессию с таким псевдо-флайтом, таких еще по 1.1 модерей. Ну, и пятница, 30-го числа. Это последний Wall Street Online был в этом году. На протяжении 5 лет уже. Пятый, получается. Пятый год. 2006 год был не таким, как по мне, интересным. В отличие от других годков. Непосредственно я говорю про финансовый рынок, про модели, движения, волатильность. Как-то ожидалось лучшего. Лучшего какого-то по динамике рынка. Ну, в принципе, сейчас участники более технично оснащены. Им не надо особо длинные тренды. Они чуть ли не в одной минуте могут размещаться и выходить и зарабатывать даже без сильного изменения цены. Против чего и сражаются, собственно, биржи мелких этих паразитиков. Выскочистотники и так далее. не было каких-то открытий особо интересных. Там несколько нобелевских премий выдали осенью хороших в плане фармацептики и биоинженерии. А так, в принципе, скудненько. Даже выборы Трампа прошли как-то незаметно. Не было никаких выстрелов, убийств. Шучу. Вот. Выбрали, да и все. Может быть, даже к лучшему. В общем, в 2017 году вам достичь того таргета, который вы поставили перед собой. Всегда улыбайтесь, всегда радуйтесь, всегда будьте счастливы. неважно, какие сделки были хорошие или плохие. С наступающими праздниками у нас. Встретимся в 2017 году в пятницу в 20.00 по этой же ссылке. Всего на лучшем. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова